Чтение информационной технологии творчества. Так называется международный проект, который завершился награждением наиболее активных участников. Свою лепту финансирования внесла и Даугавпилская городская дума. А начиналось все с того, что библиотекари Даугавпилсы Заросая задумались, как увлечь чтением детей, которые предпочитают книгам, компьютерные игры. Идея проста. Путь к книге в современных условиях надо начинать с информационных технологий. Так возник проект в рамках приграничного сотрудничества. Нам очень хотелось бы, чтобы результатом этого проекта стало изменение в их представлении о библиотеке. Библиотека – это место, где нужно и можно интересно проводить свое время. Все наши мероприятия, все наши активности в течение 18 месяцев, по сколько длился этот проект, они были направлены на то, чтобы вот этот барьер в сознании ребенка, в сознании молодого человека, что библиотека – это книга-хранилище, где можно только приходить, брать, менять книги. И в принципе, больше там нечего делать, чтобы его изменить. В вашем доме много книг? Вы сами часто бываете в библиотеке? А может быть, вы привели к книжным полкам своего ребенка и познакомили его с шедеврами литературы? Чаще всего те, кто в раннем детстве открыл для себя этот мир, остаются книгачеем на всю жизнь. Для того, чтобы ребенок научился читать книжки и любил книгу, большую роль это родители. Потому что в самом начальном возрасте, в младшем возрасте, ребенок еще не знает ни книгу, ни чтения, ни буквы. И если в самом начальном этапе родители читают книжки, показывают картинки, или это сказки, или какие-то рассказы маленькие, ребенку прививается любовь к книге. И не только любовь к книге, потому что в книге обычно описываются разные случаи. Это ориентация жизни, можно сказать, ориентация ценностей, как поступать, что хорошо, что плохо. Но если навыки к чтению не привиты, пробел стараются восполнить в школе и в библиотеке. В рамках проекта детей старались увлечь интересными играми и занятиями. Например, посмотрели мультик, а теперь сами создаем рисованную книжку. Или еще лучше, делаем спектакль. В программе «Красивое лето в библиотеке» приняли участие более 400 юных читателей, которые с большой пользой провели каникулы. А летний творческий лагерь «Ребята из Даугавпо-Сазиросая» стал началом дружбы между школами. И сегодня для многих школьников лучший подарок – это хорошая книга. Мне нравится читать классику и вообще читать, потому что классика никогда не стареет, всегда актуальна. И больше нравится читать, чем смотреть фильмы, потому что больше деталей, есть просторы для воображения. Могу сама придумать какой-то образ героев. Вы будете удивлены, но сотрудники библиотек рассказывают, что некоторые дети за руку привели к книжным полкам своих родителей. Вот такие парадоксы времени.